На сцене клетка, клетка судьбы, так называют ее сами артисты. Это символ табу и внешних ограничений, которые сковывают любую творческую личность. Вырваться из этих рамок – настоящее счастье. Это лейтмотив спектакля «Пока горит свеча». В этом году он посвящен памяти музыкального режиссера, преподавателя актерского мастерства Виктора Таланова. Сегодня ровно 10 лет, как нет с нами Таланова Виктора. И сегодняшнюю свечу мы посвящаем непосредственно ему. Каждый год мы играем в память обо всех творческих людях, которые не допели, не досказали, не дописали, то есть не сумели самовыразиться, потому что слишком рано покинули этот мир. Жена и дочь Виктора каждый год приходят на спектакль, чтобы вспомнить не просто артиста, а родного человека. Ольга Таланова уверена, с каждым годом эта работа становится все лучше. Он раскрывает не только таланты актеров молодых, которые уже давно работают в этом прекрасном театре. Он больше памяти посвящается. В нем очень много музыки, в нем очень много драматургии. Он очень поставлен правильно. Смущенно. Я умираю, он говорит. Как будто бы извиняется. Виноват. И можно себе представить смиренный рост, и можно себе представить огромный лик, но он уходит. По стопам отца пошла и дочь Милена. Она актриса театрального центра «Жаворонки». В постановке принимает активное участие, поет, аккомпанирует, читает стихи великих поэтов. Прежде всего, в память о папе. Вы услышите много песен, много стихов. Все это посвящено этим людям. То есть это все будет вот здесь, это будет трогать до глубины души. Нам надо держаться, чтобы мы не плакали. Но это очень сложно, тяжело, но мы стараемся. То есть мы хотим, чтобы это все-таки в конце. Ну, люди почувствовали, да, вот это тепло, это доброту, то, что жизнь все равно продолжается, и мы должны жить. Спектакль трогает до глубины души. Атмосфера светлой грусти окутывает зрителей. Эта тоска пора на ушедшем из жизни талантам. И в то же время утверждение – искусство вечно. К вам всем, что мне, ни в чем не знавшей веры, Чужие свои, Я обращаюсь с требованием веры. Мария Шмуткова, Эмилия Ракелян, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.